Индикатор футпринта от bestorderflow.com помогает настроить имбалансы, а также зоны имбалансов. Для того, чтобы дать определение, что такое имбаланс или имбаланс, сначала давайте посмотрим на пример, что такое баланс. Вот пример свечи, в которой есть баланс. Смотрите, насколько тщательно сведены заказы или ордера слева и справа. Эта свеча двигается на повышение, поэтому мы можем говорить о диагонали, например, как 27.11, 15.17 или, например, 15.39, 29.54, 34.41, 20.54, 20.9. Вот такое соотношение бидов с одной стороны и асков, продаж и покупок с другой стороны, это тщательное соотношение является балансом по сравнению с соседней свечой, которая находится у нас левее. А вот в этой свече, обратите внимание, что существует дисбаланс между левой колонкой бидов и правой колонкой аск, между продажами с левой стороны и покупками с правой стороны. Ну, давайте посмотрим пример. Слева у нас есть 3, справа 5, а 1, 1. Это вроде бы кажется даже ничего. Между прочим, есть такие имбалансы, которые двигаются почти, что я их называю, на нулевых объемах. Это ситуация прямо вот здесь. Но дальше, что мы видим? Мы видим, что у нас 0.8, 1.7, 1.12, 4.4. 4.4, это, конечно, одинаково, поэтому здесь зона дисбаланса, она прекратилась. Но вот 1.7, 1.22, вот здесь 0.8. Вот этот перевес с одной стороны, перевес покупателей значительнее продавцов, как минимум на 210%. Что стоит в наших установках по параметрам. Поэтому вот значительный перевес одной стороны по сравнению с другой, более агрессивный перевес покупателей в данном случае является дисбалансом или внутренним имбалансом, отсутствием баланса внутри вот этой свечи. Им, это значит внутренний. Итак, у этой свечи, внутри нее нет баланса такого, как он существует вот в этой свече. Баланс проторговки значительно ниже в этой свече, чем баланс проторговки вот в этой свече. И каким же образом определяется зона, которая у нас здесь обозначена зеленым, потому что это имбаланс на покупку. Когда у нас существует подряд несколько зон, и мы отмечаем это в пропортиз, в установках, то тогда мы можем отметить вот один дисбаланс, второй дисбаланс, третий. Если они идут к ряду, один за другим, без промежутков, то тогда это становится зоной дисбаланса. Или вот здесь у нас есть две. Поэтому эта зона и не стала, потому что внизу и сверху у нас нет третьей такой зоны имбаланса. Большинство трейдеров, особенно в прошлом, привыкли считать, что зоны имбаланса или дисбаланса являются зонами поддержки и сопротивления. Как мы видим в данном случае, мы видим, что свеча пришла вот в эту зону, и она оттолкнулась в этом моменте. Но зоны имбаланса или дисбаланса могут также легко быть проходимыми, потому что на самом деле они являются только магнитными зонами. То есть вот такая зона, особенно на расширяющейся стремительной свече, является местом притяжения. И это место притяжения может быть местом, которое может быть прошито ценой очень даже и легко. Но очень часто зоны имбаланса могут помогать разворотам. И поэтому зоны имбаланса могут очень успешно торговаться на отбой, а также на продолжение. И зоны дисбаланса или имбаланса могут великолепно служить поддержкой в некоторых случаях. Например, вот эта расширяющая свеча, она дала несколько зон имбаланса. И когда свеча пришла вот в это место, потому что притянулась этой зоной, после этого она получила поддержку и пошла в обратном направлении. Это классическая торговля по имбалансам. И если мы заходим в Properties, в секцию 4, имбалансы, мы можем настроить соотношение нашего имбаланса, что соотношение одной стороны должно превышать другую сторону на определенный процент. В данном случае, если мы, например, торгуем NASDAQ на 30 секундах, это может быть 210. То есть 210 процентов одна сторона должна превышать другую, чтобы это было обозначено как дисбаланс или имбаланс. И еще один параметр – это количество имбалансов подряд. В данном случае мы отметили, что зоной может считаться те имбалансы, которые стоят 3 подряд. Можем здесь поставить 4, 5 или больше. И таким образом мы даем обозначение, сколько имбалансов подряд составляют одну зону. Продолжение следует...